Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт ВизаСам.ру И давайте я вам расскажу о правилах въезда на Кипр, об особенностях пересечения границы Кипра. Обязательно досмотрите видео до конца, там я все запишу из аэропорта, какие нюансы по тестам, по прививкам, и как все это быстренько и просто пройти. Давайте сначала те правила, которые никогда не меняются, так как ковидные правила очень часто меняются, например, раз в два месяца, раз в месяц могут меняться. Сейчас на Кипр нужна для россиян электронная виза, провиза. Если нужно, обращайтесь, мы сделаем в течение одного рабочего дня от 990 рублей. Можно сделать только россиянам, сразу скажу. Украинцам виза, например, вообще не нужна, так как у них в страны ЕС въезд без визы. Вот провизу, которую мы оформляем. Сейчас мы уже перейдем к границе. В момент сейчас мы можем оформить провизу, в том числе и в выходные дни, когда вообще никто, то есть ни консульства, ни самостоятельного сделать не сможет. У нас сейчас появилась возможность вам это сделать, но это будет стоить дорого, так как приходится напрячь свои контакты со стороны Кипра. Кстати, вот фонд за мной, и это горная местность Тродос. Рекомендую, если вы будете на Кипр, съездить сюда. Здесь есть не только море, но и горы, водопады. Во-вторых, срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев. На Кипр нужна обязательно туристическая медицинская страховка. Если граничник у вас ее спросит, то он это имеет право, и без нее вас могут туда не пустить. Она стоит меньше 1 евро, это обязательно правило. В день на человека. Также на Кипр нужно... Давайте теперь ковидные правила. На Кипр россиянам въезжать можно. Российская вакцина «Спутник-5» признана Кипром. Пока вакцинированным гражданам можно въезжать без всяких тестов. Смотрите, очень важно, вот под этим видео и будет ссылочка. Посмотрите на правила, так как они очень-очень часто меняются. Возможно, потом придется въезжать с тестами Кипра введет, чтобы вы не остались на границе или в аэропорту вообще в России, так как вас не пустят. Пока вакцинированным гражданам въезжать можно, никаких тестов не надо. Не вакцинированным нужен один ПЦР-тест за 72 часа до въезда на Кипр на иностранном, на английском языке. Можете сделать в аэропорту, можете сделать, допустим, в своем городе. Если у вас есть услуга срочная сдача ПЦР-тестов, она, в принципе, даже во всех маленьких городах есть. Вот я со своей исторической родиной уезжал, небольшой городок Нижегородской области. Там я сделал тест в течение одного суток. Мне сделал до этого, делал просто, приезжал в аэропорт и делал. В этот раз просто самолет был в 9 утра, не хотелось очень-очень рано приезжать в аэропорт. И потом, не вакцинированным, повторяю, второй тест нужно сдать по прилету на Кипр, прямо в аэропорту. Вот сейчас я здесь ставлю из аэропорта, скажу, как это сделать. Вот самолет, на котором мы прилетели, а вот уже здесь сдаются тесты повторные. Вот так происходит повторная сдача ПЦР-теста. Результат уже в течение трех часов в этот же день вам будет. Можно оплатить карты, можно оплатить наличными. 30 евро в аэропорту Ларники, в аэропорту ПАСС 32 евро. Важный момент, абсолютно всем приезжающим на Кипр, прилетающим, нужно оформить Cyprus, Flight Pass. Это самый главный документ. Его вас будут постоянно спрашивать в аэропорту, его вас спросят, когда будут принимать второй тест. Без него вас могут не пустить там в кафе или еще куда-то, в магазин, допустим. Хотя, ну, на словах спрашивают, есть там Safe Pass или нет. Это самый главный документ. Без него вас просто даже не посадят на самолет в России. Можете его оформить самостоятельно. Там надо внести данные тестов, вашими фамилиями, где вы были. Ну, много различных данных на иностранном языке, на официальном сайте. Либо у нас услуга от 1200. Сразу скажу, заполнять сайт про Flight Pass не просто. Если вы это делаете сами, рассчитывайте, что вы потратите. Можете, ну, несколько часов, там, один-два часа. Просто даже сайт будет не загрузиться, тормозить. То есть не оформляйте сайт про Flight Pass, если решить самостоятельно, там, в день отлета. Можете не успеть. Cyprus Flight Pass обязательный. Прилетайте. Если вам надо сдать второй тест, я вам сейчас покажу, что делать на видео. Вот, смотрите, если у вас нет сертификата в вакцинации, то ПЦРТ сдаётся. Ну, хотя, вроде, очередь большая, но буквально вот за пять минут мы к ней подошли. И, конечно же, Cyprus Flight Pass нужен. Сейчас я вам покажу его. Вот это Cyprus Flight Pass. Обязательно. Если что, мы его заполняем и делаем. Смотрите, сейчас узнать результат второго ПЦРТ-ства в аэропорту Кипра можно на сайте testcovidpass.com, но у нас ссылочка будет. Смотрите, там про заполнять Flight Pass, об этом всё сказано. Результаты этого теста вот сюда будут загружены. Вот вам такой дают чек после оплаты. Всё, сдал тест, пошёл в Арнаку. Вот, мы идём на паспорт контроля, но идите на пересадку случайно. Плавающих отдохнуть на Кипре очень-очень много. Тут, правда, нельзя снимать, поэтому коротко. Вот, я получил штамп в паспорте, показал визу, провизу и Cyprus Flight Pass. Кстати, очень быстро. Всё прошло очень быстро, минут за двадцать. То есть, какое-то дополнительное ожидание за этого теста не было. Всё очень-очень быстро, на границе тоже. Быстро посмотрели, быстро поставили штамп в паспорт. Всё, вот там багаж, и я поехал отдыхать. Вот там мой багаж на море в Ларнике. Смотрите, результат второго теста. Вот, мы прилетели где-то в четыре, в пять он был готов даже. Из отеля не выходили, хотя спокойно можно выйти прогуляться, никто вам ничего не сделает. Особенно, если вы рядом со своим отелем. Теста пришли, посмотрели, отрицательный. Ну и всё, в принципе, вы можете уже совершенно спокойно идти гулять по Кипре. А вообще, вот на Кипре опять какая обстановка? Ну вот, я хожу без всяких масок, без всего. В кафе тоже их не спрашивают, ничего. В магазины, да. Ну, так же, как и в России, в принципе. Магазины, торговые центры могут спросить маску. Ну, или там общественный транспорт, в автобус. А так, вот я гуляю спокойно. В кафе так же кушаю спокойно. Спросят, есть сейф-паст? Нету. У всех туристов он есть. Ну, вообще, у всех людей, кто прилетает. Вот, в принципе, и всё. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Кипр вообще классный остров, много раз на нём был. И до встречи в следующих видео. Как вы видите, я записываю вам видео именно с места событий, что я сам сюда летаю, сам всё делаю, а не из туристического агентства, из офиса. Если нужна виза или с Cyprus Flight Pass, контакт нашего специалиста, занимается Тамара. Пишите ниже, обращайтесь. Вот, как вы видите, маски вообще никто абсолютно не носит. Ну, честно, встречается один из пятидесяти, может, если не один из ста. Вот такая вот набережная Ларнаки. Люди гуляют, отдыхают. То же самое происходит на пляже, то есть обычный отдых. Ой, а я только куда плано играть. Продолжение следует...